Положительная динамика в раскрытии преступлений является результатом не только качественной оперативно-розыскной деятельности сотрудников полиции, но и содействия граждан в их раскрытии. Активная гражданская позиция, неравнодушие людей к беде и своевременное сообщение о совершении преступлений увеличивает шансы на раскрытие преступления или его предотвращение. Об одном из таких случаев смотрите в нашем следующем сюжете. Вечером 1 апреля, находясь на автозаправочной станции ТАТ «Нефть» 23-й километр Каширского шоссе Ленинского района, житель города Москвы Денис Олеференко стал свидетелем того, как двое неизвестных совершали хищение имущества из припаркованного там автомобиля BMW X5 и пытались скрыться на автомобиле Opel. Увидел, как преступник, разбив локтем стекло в машине BMW, выхватил сумку и начал уходить. Я прыгнул в машину оперативно на Паринском мосту, это в сторону МКД двигаясь, пошел на таран и задержал преступника. Благодаря слаженной работе гражданина Олеференко и подразделения Ленинского УВД, было установлено лицо, совершившее преступление. Им оказался уроженец города Кутаисия Джоан Шер Карцидзе. Были проведены своевременно все неотложные следственные действия, осмотрены честные доказательства, проведены очные ставки и допросы. Уголовное дело с обвинительным заключением по факту грабежа было направлено следственным управлением в суд в кратчайшие сроки. Гражданин Карцидзе понесет заслуженное объективное наказание. За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Приятно отметить, что наш герой оказался в числе неравнодушных. Задержало, конечно, в первый раз. Было не страшно. Чувствовало, что несправедливо нападают на женщину. А я находился как раз рядом. Начальник Ленинского управления МВД лично поблагодарил Дениса Николаевича за содействие и вручил ему грамоту за активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступления. Призываю также всех остальных граждан Российской Федерации не останавливаться. Если видите, что происходит какое-то преступление, что необходимо помочь, помогайте. Лариса Вольнова и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.